Здравствуйте! И снова в эфире мы, руководитель Всеказахстанского правозащитного центра и Карибаев Шаден Шеренбекович. Здравствуйте! Прошлый свой ролик мы закончили тем, что все государственные органы нам постоянно отвечают, что государство не вмешивается в дела общественного объединения, хотя мы говорим о том, что там творятся преступления, беззаконие, унижение, нарушение прав инвалидов, и тем не менее все остается на тех же местах. Тем не менее против вас дело это возбудили, хотя тоже внутреннее дело общественного объединения вас обвиняет в том, что вы растратили деньги спутника, дома отдыха спутника, который принадлежал Косу. Это так? Да. Дело в том, что... На каком этапе вы приняли этот спутник? Какова была доходность этого дома отдыха, когда вы его приняли? Ну, в этом отношении я два слова скажу. Да. Там были долги коммунальные, была лицензия сдана медицинская, дороги были после стихийного объединения полностью... Там было все перевернуто, там затраты были... Потом в тот год, когда мы работали, тоже сель прошла по территории спутника, там речка Монашка, снесло мост, тоже это по вине вот сегодняшнего же руководства. В общем, хватало чего, чтобы я вкладывал личные деньги. А вот сейчас я смотрю, есть комментарии вот у Рожжанова, что он эти деньги не использовал, там нецелевое. Я хочу сказать, сам у Рожжанов, возможно, и не использовал, но те, которые его назначили, они, скорее всего, использовали, потому что эти деньги-то расходованы за подпись у Рожжанова и у Валтера этого. Вот этот факт скрывают следственные органы. Именно расчетный счет дома отдыха спутник был в Казкоммерсбанке, а я к Казкоммерсбанку никакого отношения не имею. Но вы же имели право первой подписи? Нет, не имел. Казкоммерсбанке только у Рожжанов имел. Точно. Теперь, Сара Ахмедовна, я на этом не хочу сейчас расстрять внимание. Суды закончатся, потом я дам комментарий. Сейчас я хочу сказать, что у нас в стране на практике правоохранительные органы заинтересованы расследовать только в тех случаях, когда идет заказное. Вот у нас с вами нет таких средств, чтобы заказывать уголовное дело. Поэтому мы не можем возбудить. У нас не только средств нет, у нас и желания такого нет. Мы хотим работать по справедливости, по закону. Я сегодня о другом хочу сказать. Вот смотрите, после того, как мы в тот раз съездили в Астану, рассказали, что бухгалтер Амирова Гульнур, которая сидела в центральном офисе в Астане, в Центральном управлении в Казахском обществе. Она создала собственное предприятие, где она ТОО. ТОО называется «Прямой». И единственная учредитель она. Она как бы у автор с двух фондов. Вот фонд Казалы, Казалатинская область, забрала 3,5 миллиона тенге в свой ТОО. Перевела в свой ТОО. И из фонда «Арал» тоже 3,5 миллиона. Видимо, после того, как мы вот это все заявили, стали, видимо, что-то там в этом плане расследоваться, что-то. И вот этот бухгалтер сегодня вернул фонду «Аралу», по Казалинскому, у меня нет информации, фонду «Аралу» эти все деньги. Да, хорошо. Но с фонда Коса опять уже полтора миллиона забрала. То есть опять эти деньги ушли в Центральный управлении? Да. Дело в том, что, смотрите, фонд это же фонд, там должен распоряжаться сам президент. А при чем здесь Казахстан Слепых? На каком праве она полтора миллиона забирает? Она не имеет этого права. Это прямое хищение. Ну да, конечно. И вот о таких хищениях мы говорим, и наши правоохранительные органы, я почему-то говорю, что у нас с вами нет денег заказать уголовное дело, а тут хоть миллиардами воруют, никто ничего не расследует. Вот еще один момент хотел бы сказать. Руководство Казахстан Слепых занимается незаконной банковской деятельностью. Что имеете в виду? Вот если в 2017 году, когда Новорзбайк приступил к своему руководству КОС, тогда в госзакупках через наши организации субподрядчиками выступали бизнесмены. Минуточку. По закону о госзакупках инвалидные организации не могут иметь субподрядчиков? Нет, какой-то там процент небольшой допускается, ну а не полностью. Теперь смотрите. Там же госзакупки есть и на 100 миллионов, и есть на 200, и на 300 миллионов. Ну вот эти деньги у организации не было, поэтому с деньгами с субподрядчиками выступали эти бизнесмены. На сегодняшний день, когда руководство КОС всю аренду забрало в КОС, и на местах нет денег получается. Да, оно концентрируется в ассоциации Юрлицнур, где опять директор Букинбаев наш знаменитый. Да, печальный директор. И вот эти все деньги даются уже вместо тех бизнесменов, которые участвовали. Теперь руководство КОС дает своим организациям деньги, вот, к примеру, 100 миллионов стоит. Дает какому-то корпоративному фонду. Или предприятию. Или предприятию. Да. И получается, да, госзаказ и возвращает эти 100 миллионов. Да, но никакого нарушения? Здесь нет нарушений, конечно. Но я знаю среди участников этих госзакупок, руководителей этих предприятий и фондов, лично от них знаю разговор такой, что они эти деньги возвращают, сколько дали, столько вернули, и 20% от этой суммы руководству передают уже нелегально. То есть не на расчетный счет КОС идет? Конечно, не на расчетный. Ну, это очень интересный вопрос. Конечно, этот факт доказывать и говорить это как доказанный факт невозможно, но на этой нашей правоохранительной органе пусть проверишь эту информацию. Да. Ведь получается, смотрите, если 20% от 100 миллионов, это 20 миллионов, да? Да, хорошее. А вот за все время, вот мы говорим, 81 миллиард. С 81 миллиарда госзакупок 20% это будет 16 миллиардов. Есть только корпоративных фондов 57, и еще есть учебно-производственные предприятия, которые тоже участвуют в госзакупках, но очень симпатичная сумма получается. Вот от 80 миллиардов, от 16 миллиардов это 20%. Вот незаконная банковская деятельность. Просто все деньги сосредоточены в одном месте и занимаются незаконной банковской деятельностью. Кроме того, сейчас есть где-то тоже, я утверждать всю сумму, что именно такая не могу, 900 миллионов тенге, которые в нескольких банках Казахстана положены на депозит. А вот интересно, с этого депозита проценты к кому идут? На собственнику этого счета, естественно. Я далеко сомневаюсь в этом. Вот эти деньги тоже надо проверить. Почему они на депозите, почему они не работают? Вот предприятия, у них не хватает оборотных средств. Да. А в это время деньги, КОС, лежат на депозите. И еще идет процент, неизвестно кому этот процент идет с депозита. Вот такие вещи происходят у нас. И вот у меня складывается мнение, почему вот столько мы уже это все говорим, и ездили в Астану, и встречались с помощником президента. Об этом знает и Генеральная прокуратура, и все правоохранительные органы. Ну, с мертвой точки не сдвигается ничего. Почему? Потому что вот эти все миллиарды дают возможность иметь хорошую крышу. И эта крыша настолько непротекаемая, что не дает ходу всем этим проверкам. Ну, наверное, это единственное объяснение. Вот такая ситуация. И вот напоследок хочу сказать, вот сейчас, вот последний раз мы говорили, как конференции проходят, на 5 октября намечен съезд. У нашего руководителя 138 миллионов долг. Вот все это зная, он обязательно сейчас уже планирует там везде кругом поставить опять охрану, никого не пустить, в общем провести и передать протоколы и вновь избраться незаконно. Да, да, да. И как будут наши министерства юстиции это регистрировать? Даже в уведомительном плане, если у этого человека есть долг, он заново регистрирует, вводить его данные не имеет права юстиции. Ну, так один раз его уже зарегистрировали в качестве первого руководителя и на тот момент у него уже был долг в эти же 130 миллионов. Нет, 40 миллионов, дело в другом. И сейчас точно таки его зарегистрировали. Вот согласно статье 14 пункт 2, да, закона о госрегистрации, уведомительный характер тоже носит, и если есть такие-то, такие-то моменты, то ее именно в изменении руководственных должны отказать. Они могут отказать при наличии определенных условий. И одним из таких условий... А если сейчас вот она к тому идет, если это произойдет, и юстиция опять это все в уведомительном порядке изменения внесет, ну, значит, у нас просто в нашем государстве просто правоохранительные органы и вообще все органы государства работают только на олигархов таких, как наши олигархи. Да, хотя статья есть о том, что государство осуществляет контроль за деятельностью общественных организаций, и давайте мы сейчас обратимся к правоохранительным органам, к помощнику президента, к самому президенту, да, к министрам. В течение четырех лет Шадинки Шерембекович сигналит о том, что в общественном объединении КОС происходит правонарушение, происходит преступление, происходит хищение, в том числе и государственное, и нарушается права инвалидов, и никак он не может ни до кого достучаться. А вот смотрите, давайте мы по этой логике, вот два слова еще, если государство не вмешиваются в дела общественного объединения, вот вдруг произойдет там драка, там охранников выставили, часть людей захочет участвовать, произойдет драка, и вдруг кто-то кого-то даже убьет, вот в этом случае тоже не будет государство вмешиваться. Но помните уголовное дело против Бердеева, когда он избил другого инвалиду. Ну, значит, оно вмешивается все же. Конечно. И поэтому отговорки, отписки всех, даже на уровне помощника президента, это просто отписки, отговорки. Ну, печально сознавать, но получается, что государство прикрывает эти преступления, очень печально это сознавать, и мы надеемся, что ситуация все-таки изменится, мы достучимся, все-таки нас услышат, как говорит наш президент, мы теперь слышащие государство. Вот после вот этой передачи, да, ну, в нашем Косказахстане, может быть, свою ситуацию будем разъяснять, но обращение к руководству страны уже, мы уже дальше не можем, мы будем уже обращаться только в международные организации. Так, ну, наверное, остается это. Ну, что ж, давайте на этой ноте закончим, и мы обещаем вам еще очень веселые, очень интересные моменты из жизни Казахского общества слепых. Следите за нашими роликами. До свидания.